Сегодня в полях Белгородской области отметили юбилей событий, одновременно хорошо известных и мало изученных. 12 июля 43-го на огромной дуге, вошедшей в историю под названием Курская, произошли два ключевых сражения. На севере после успешной обороны перешли в наступление войска Западного и Брянского фронтов. Названная в честь Михаила Кутузова, их операция через три недели завершится освобождением Орла. На юге немцы все еще продолжают атаковать, и 12 июля бронированная колонна 2-го танкового корпуса СС наталкивается на перешедшую в контрнаступление 5-ю гвардейскую танковую армию. Последовавшее сражение обессмертило название соседней деревушки. Была ли Прохоровка крупнейшей танковой битвой в истории? Какие потери понесли стороны и за кем осталась инициатива? Об этом историки яростно спорят до сих пор, но подвиг, или как принято говорить, массовый героизм, проявленный советскими солдатами, он, конечно, бесспорен. Егор Колыванов передает из-под Белгорода. Герой Советского Союза Вячеслав Маркин приезжает в эти края ежегодно. Он один из тех, кто видел огненную Курскую дугу с высоты полета штурмовика Л-2. Я видел поле боя сверху. Это сплошные разрывы снарядов. И вся земля горела. Воздух тоже весь был, тесно было в воздухе. Те же, кто находился в эти минуты на земле, едва мог различить силуэты самолетов. Сидим, тихо-тихо, потом вдруг сразу, жум, вон, жум, стрельба. Летят красные штуки через нас. Что такое? Чего мы не знаем. Это, оказывается, скатюши. Мы слов-то не видели здесь во время бою. Дым, смрад, огонь, даже металл, и тот горел. Танки те горели. Брухоровское сражение – драматический эпизод Курской битвы. Вошло в историю как крупнейший танковый бой Великой Отечественной войны. К уклониться погибшим в 65-ю годовщину приехали не только ветераны всех фронтов, но и всех родов войск. Мы немецкой армии дали такого пинка, после которого она не успела уже оправиться. Сейчас над местом сражения возвышается звонница. Сегодня рядом открыли памятник трём полководцам – Донскому, Кутузову, Жукову. Курскую дугу ветераны с гордостью называют третьим ратным полем России после Куликова и Бородина. Ведь немцы после Курской битвы ни одной из наступательной операций не провели. Это вселило у нас победу в Курской. А уж потери, извините, никуда не делись от них. Сражение на Прохоровском поле знаменует начало наступательного этапа Курской битвы. И если Курская битва была переломным моментом в ходе войны, то то, что творилось здесь 12 июля 43-го года, получается, было переломным моментом переломного момента. В массовом сознании это могла быть только битва титанов, чтобы с одной стороны сотни Т-34, с другой сотни тигров, но советские историки приукрасили действительность. Огромными были потери, преимущественно с нашей стороны, оправдать которые могли, если не превосходящие силы противника, то хотя бы равные. Но на самом деле немецких танков здесь было меньше. Правда, на более выгодных позициях, на высотах и к тому же укрепившиеся. Это основные образцы бренд-танковой техники. Историк Валерий Замулин изучил десятки килограммов архивных документов. Вывод, к которому он пришел, победа под Прохоровской была кровопролитнее иных наших поражений. 12 июля 5-я гвардейская танковая армия потеряла 359 боевых машин, 3 танковых дивизий, корпуса СС, которые противостояли непосредственно 4-м корпусам на танковом поле советским. Они потеряли в пределах 155-165 боевых машин. Если бы не звонница, мало что напоминает на Прохоровском поле о событиях 65-летней давности. Если здесь и появляется военная техника на земле и в небе, то исключительно в мирных целях. Егор Полыванов, Станислав Скрипник, Максим Журавев, телекомпания НТВ, Прохоровка, Белгородская область.